Спасибо за интересный доклад. У меня вот такой вопрос. Если обратиться к вашей таблице, где были рассчитаны дозы ротиадоза, и все там, 3,6, но они не такие фактами. У меня в связи с этим вопрос. Учитывалось ли при этом, вот что первое, экранирование самих клеток, внеклеточное и внутриклеточное ДНК, и самое это интересное, это особая структурная организация ДНК, в связи с белками, которая очень хорошо защищает по аналогии с работами и Уэйна, и Сет-Лоу. Очень хороший вопрос. Что я могу сказать? Мы эту радиацию мерили сами. Скважину, пробуренную через разные толщи, в том числе до аллёрских отложений, возраст которых миллион лет. Лена была, по-моему, при этом тоже. Мы опускали датчик, он висел в сутки. Мы смотрели, какую суммарную радиацию он замерил. После этого мы умножали на возраст этих отложений. А вы просто экстраполировали. Да, мы экстраполировали. Это не так. А вот так. Потому что эти факторы... И второй, простите, еще вопрос. Вот, например, про перепад температур. Сказали такой, это... Тогда куда помещали вот эти объекты? Вот, простейший, амёк? Нет. Потому что какой-то 155 градусов. А я сейчас вернусь и посмотрю. Ты про космический эксперимент, да? Да, вот про это. Один из этих контейнеров. Вот здесь вот видно, сюда помещались эти маленькие пробирочки. Вот Эппендорфы. Значит, все микроорганизмы помещали... Было три варианта. Значит, часть из них была в Эппендорфах. Часть из них была в Калините. Просто. Часть из них была на фильтрах, в мембранах. Разные были варианты. В один из этих контейнеров, на дно, помещался этот датчик. Они были... Это не в одном контейнере. В нескольких контейнерах попала фили. Температура... Вариации температур были одни и те же. Но интересно, что у некоторых людей, которые участвовали, они также попала фили датчики. Нам вообще запретили класть. Мы их так сами плавали. У них та же самая история получилась. Поэтому потом, как мы говорили с инженерами, как вообще это объяснить. Но в том полете, который планируется в 2020 году, у них будут поставлены свои датчики в разных местах. Потому что у них не было температурных датчиков. Вот эти минус 150-125, они дали нам с головы, из общих соображений. У них не было температурных датчиков снаружи. Ведь этот наш... Сам этот... Называется... Это плата полезной нагрузки находилась с внешней стороны спутника. Ну, приходишь... Он же таком уже приходит в свои атмосферы, что такая температура... Нет, нет. То, что... Это мы убрали. А это был... Конечно. Так же вот видно. А, то есть это... Не-не-не-не-не-не-не. Вот видно. Вот я эти убрала, которые сбоку. Это только... Вот берется только серединная часть. Это собственно... Да, потому что то, что с краю, и с того, и с другого, это время поднятия, время спуска и так далее. Он писал все время датчиков. То есть мы взяли тот период времени, которое было собственно на орбите. Если я interpreted your chart correctly, вы indicated that you had an order of magnitude better survival and exposure to ionizing radiation in frozen state than in thaw state. Is that correct? Да, correct. На Earth, в пермафрост, these organisms would have not had experience of being exposed to ionizing radiation during the entire history of the Earth. So, does this not suggest that maybe they adapted to this ability while in space, perhaps while living near the surface of a comet? I guess. I guess you're right. Thank you. Yeah, I think so. Вот там, где у вас эксперимент, на Николсоново, как это у нас, там какой температурный был режим? 2 градусов. Просто 0 градусов? Они экспонируем при 0 градусов. То есть у нас был эксперимент, мы тогда... Нет, нет, нет. У них был 0 градусов. Вообще, история этого эксперимента интересная. Значит, Кривус он туда посылался, но не за этим. Он должен был смотреть на данное образование. Он сломался, амиронный бокс. В этот манеж. Поэтому они быстренько взяли токсикатор. вытащили судьба. Ну, я помню. Это было вынуждено, но в результате то, что получилось. Вообще, мне это была цель. Я думала, работали не с факультативными, а мировыми. Это хорошо, у нас в 10-м году статья высшим, что давление не влияет. Второй вопрос, если можно. Молодые вулканы, вот, начали, да, 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 миллионы лет, это как устанавливается их возвращение? Потому что мне кто-то на конференциях я слышал, что там 100 миллионов лет там ничего нет. Значит, история вот какая. Значит, во-первых, что касается вулканов на полярном, на полюсе, вообще неизвестно вулканами, это кодусы. Мы пока не знаем, это вулкан или не вулкан. Пока это кодусы. Значит, там много предположений. Мы предположили, что это вулканы. Это первое. Как второй? Значит, есть этот математический метод, который позволяет определить возраст вулкана по изменению размеров конуса. Вот чем острее вулкан, тем он молод. Тем он поможет, тем он... Вот из этих. Из этих собрательств. Вулкан или это? Ну, пока не знаем. Надеюсь, что вулкан. Ну, Михаил, скажите, пожалуйста, какой у вас основной критерий плохо перенесли? Не растут после того, как... Ага. А может, они себя хорошо чувствуют? приятны. А, вы не знаете. Вы же не разрушили все. Нет. А не дают поколение... Ну, вот смотрите. Вот там с цистами инфузори они просто разорвались. Вот то, что мы... А, понятно. Они разорвались, и, естественно, после этого они уже не спасли. Погибли. Но часть, вот то, что Настя сделала, мы увидели, что они перенесли плохо, они стали красными, то есть, как бы, умерли. Но через какое-то время они... Какой-то репарационный процесс внутри цист, где нет воды... Это очень интересно. Почему? Потому что, вот смотрите, вот допустим, на секунду мы сейчас переносимся на Марс, и там в в атмосфере летают эти микробы. И потом, они... Что с ними происходит, когда они гибнут? Их разорвало, и что? Они сыпятся на Марс, или куда-то дальше летят частяны, или что? Вот что-нибудь такое. но это как поднимать жизнь. А если они сохранили вещественные способности, они способны потом размножаться, расти, в каких бы то ни было условиях лабораторных, значит, они сохранили вещественные способности. А если погибли, вот куда они денутся? У них же крыльевы... Они станут органическим веществом. Нет, я знаю, но они сыпаться... Носы упадут, да? Упадут, да? Да, упадут куда-то. Это интересно. Спасибо.